Подарите ребёнку кучу полезных навыков с онлайн-курсом «Учись учиться» и забудьте о его проблемах в школе. Это уникальное предложение для школьников с 8 по 11 классы. Подробнее по ссылке в описании. После двухлетних усилий Турции удалось выпустить энзоклопедию об имаме Шамиле, которая приурочена к 150-летию со дня смерти известного политического и религиозного деятеля. 27 мая представители Российской Федерации и Турецкой Республики забрали первые экземпляры издания. Инициатором выпуска труда со стороны России стал Гаджимур Атамаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации и заместитель председателя партии «Справедливая Россия». А со стороны турецкого государства весь процесс издания контролировал Малик Керимов, координатор межпарламентской группы «Дружба Государственной Думы Российской Федерации». Имам Шамиль защищал свою веру, ислам. Интересный момент в этой книге – то, что последователем имамы Шамиля признан президент Турции Реджеп Тайдоган. Я с этим очень даже согласен, потому что он сегодня, как лидер мусульман, защищает, где бы мусульмане ни жили. Гаджимур Атамаров отметил, что во время правления шейха Шамиля на Кавказе были построены не только мечети и медресе, но и проявлялось заботливое отношение к представителям других конфессий, предоставляя всем жителям имамата равные права. На мероприятии выступили и турецкие религиозные деятели. Сегодня наш дорогой друг Гаджимурад Амаров в этот знаменательный день предоставил нам возможность присутствовать на данном мероприятии. Этот труд станет хорошим пособием в обучении нашей молодежи. Выражая благодарность, я хотел бы со своей стороны пожелать, чтобы эта книга, выпущенная на турецком языке, которую я держу в руках, была бы издана еще не один раз. Готовые экземпляры планируется раздать студентам турецких университетов, религиозным деятелям, а также парламентариям турецкого государства. Издание такого крупного труда в Турции не случайно, поскольку граждане этой страны очень почитают имама Шамиля и восхищаются им как лидером, так и как неординарной личностью. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.